Осень – это прекрасная пора, когда буйство красок природы радует глаз. Хочется тепла и уюта. Особую пикантность этому времени придает дым костров из опавшей листвы, высохшей травы и других отходов. В этот период пройти по улице и не почувствовать запах дыма – большая редкость. В Тараклее в основном частные дома. Опавшие листья, сухие стебли растений и трава накапливаются осенней порой в больших количествах. Все, что не помещается в мусорный бак, большинство жителей по старинке сжигают. Это влияет, во-первых, на здоровье. Я как социальный работник общаюсь с бабушками. У меня многие болеют бронхитом и таблетки постоянно им покупают. У нас и так атмосфера загрязнена, а так еще больше. Так что думаю, что это очень плохо. Нужны контейнеры, допустим, 2-3 контейнера для пластмасса, для бумаги и уже отходов. Но сжечь ни в коем случае нельзя. Это для природы, поверьте, для природы очень плохо. А мы хотим жить, чтобы наши дети жили, чтобы экология была чистая, чтобы мы дышали свежим воздухом. Ну сжигают мусор, а что с другой стороны им делать? Куда эти листья девать? Вот что с ними делать? На мусорник. И так мусор собирают, складывают все, как положено. А листья? Ну приходится сжигать. Если есть мусоросвалка, то, пожалуйста, платите за этот мусор. И коль уже такая услуга оказывается, и вывозите его. Потому что, во-первых, мы дышим этим воздухом и наши дети. Портят воздух. Это и есть плохо. Лучше бы, конечно, завод какой-то построили бы. Мусоросжигающий, что ли. У нас, например, по улице всем выдали эти мусорные баки. Все, мы так и выносим. А то, что сжигать, это, конечно, плохо. Ты же низко ты жгешь. Если там резину какую-то там еще, а там остальное, это что беспокоит? Мы же все уборку делаем. Тогда и пешку топить не надо. Уборку территории. А когда выбрасываешь мусор на улице или на окраине города, это же хуже. Так что с экологической точки зрения это правильно. Мы обычно выбрасываем мусор, но не сжигаем. А я могу сжигать только бумажки, то, что для печки мне нужно. Остальное весь мусор плачу 30 лей за месяц и отправляем. Там сколько нас оберется и отдаем. Куда его вывезти? Его что же, он на удобрение идет. Я, например, раскидываю в огороде, вот листья от винограда или что. Он остается, перегнивает, я его землей перепахиваю. Мотоблоком раз, перепахал, все, оно идет на удобрение и лечу. А так сжигать. Ну, если большая, то все равно как-то его надо куда-то идти и сжечь. Согласно положению по благоустройству АПО-канал, в мусорные баки запрещено выбрасывать органические мусоры и строительные отходы. В договорах, заключенных с жителями города, это указано. Однако именно твердых бытовых отходов в урнах оказывается меньше всего. Помимо листвы и чего-либо, туда кидают такие, бывает и булыжники попадают, и камни, ну, очень, не то что должно быть мусорами, твердыми отходами, и выводят нашу технику из строя, и выливаются очень большие деньги. Насчет листвы этого, откровенно и честно сказать, то 90% наших все равно забирает транспорт наш. По закону Республики Молдова, в случае нарушения правил распоряжения отходами, тем, кто сжигает мусор, налагается штраф в размере от 20 до 40 условных единиц. Всего у нас было составлено, по нашим данным, с начала года это 107 протоколов. Из них за сжигание мусора в черте населенных пунктов составлено 14 протоколов. Это наложено 5600 лей штрафа и взыскано половину от этой суммы штрафа, получается, 2800 леями. В основном это физические лица, так как юридические лица не позволяют себе такого, сжигания мусора. 13 протоколов за весь год, в то время как осенью с первым листопадом дым костров ощущается практически повсеместно и каждый день. Согласно Всемирной организации здравоохранения, крупнейший в мире экологический риск для людей – загрязнение воздуха, которое может провоцировать болезни сердца, инсульт, рак и хронические респираторные заболевания.